Здравствуйте, меня зовут Беджанян Артур Сергеевич, я врач-стоматолог клиники Стамет. Сегодня мы поговорим на такую тему, как установка дентальных имплантов. Я отвечу на часто задаваемые пациентами вопросы и, может быть, проясним какие-то моменты. Дентальный имплантат, по сути, представляет собой титановый аналог нашего естественного корня. Он устанавливается в области отсутствующего или отсутствующих зубов и в дальнейшем является опорной частью будущих ортопедических конструкций, то есть это либо коронки, либо съемные протезы. Преимущество имплантатов состоит в том, что у нас нет необходимости задействовать наши естественные зубы под опоры, то есть у нас свои зубки остаются целые, не обтачиваем, ну и, соответственно, не перегружаем. Большим преимуществом является то, что пациенты, у которых совсем не осталось зубов, испытывают комфорт как приношение собственных зубов без съемных протезов. Подготовкой к имплантации является ряд исследований предварительных. Мы направляем пациента на ЛКЛКТ-исследование, это компьютерная томография. Также изучается структура костной ткани. В зуботехнической лаборатории изготавливают предварительные отмоделированные зубы. Мы смотрим, в дальнейшем будет функция жевания с имплантатом происходить. И также пациент направляется на сдачу анализов крови, на сирологическое исследование, на гормоны, в частных случаях на наличие аллергических реакций. К сожалению, есть такая статистика неприживаемости имплантов, но это очень маленький процент, то есть неприживаемость имплантов происходит меньше, чем в одном проценте случаев. В такой ситуации мы имплант удаляем, в течение трех месяцев ждем, когда полностью восстановится костная ткань и проводим реимплантации. Противопоказания к имплантации есть относительные и абсолютные. Относительные противопоказания – это плохая гигиена полости рта, хронических заболеваний, которые находятся в ремиссии, то есть не в острой стадии. Абсолютными противопоказаниями мы считаем это тяжелые формы сахарного диабета, также процессы, которые могут повлиять на структуру костной ткани, то есть такие, как остеопороз, остеомелит, то есть, ну, это крайне редкие случаи. У имплантатов, как такового, нет срока эксплуатации. При правильной подготовке и уходе импланты служат более 15 лет. Сама операция, имплантация абсолютно безболезненна. Ее проводят как под местной, так и под общей анестезией в зависимости от показаний и от пожеланий пациента. При повышенном страхе перед стоматологическим лечением пациентам зачастую проводят несколько приемов, мы общаемся. На данном развитии, этапе развития стоматологии все манипуляции происходят абсолютно безболезненно, в условиях абсолютной стерильности, поэтому, собственно, бояться нечего и никаких осложнений после имплантации обычно не бывает. По сути, имплантат является искусственным корнем и к нему привыкать не нужно. Он находится в кости. Адаптация уже к ортопедическим конструкциям, это коронки или балочные протезы, занимает не более трех дней. После имплантации обычно курс реабилитации длится около 10 дней. Насначается курс антибиотиков, ну и, конечно, на период грудного скармливания и беременности это нежелательно.